Каждый год в Беларуси выявляют более 4 тысяч новых случаев туберкулеза. 24 марта, во Всемирный день борьбы с этим заболеванием, медики сообщили и обнадеживающую статистику – заболеваемость стабильно снижается. Однако туберкулез по-прежнему входит в десятку причин смертности от инфекционных заболеваний. Ежегодно в Солигорском районе выявляется порядка 40-50 новых случаев заболевания. В возрастной группе до 18 лет в этом и прошлом году туберкулез не зарегистрирован. Ранее считалось, что болезнь скорее социальна, но последние исследования показали, где-то половина из впервые заболевших вполне обеспеченные и благополучные люди. По опыту врачей, именно во время случайного обследования у человека выявляется болезнь, о которой он не подозревал. В основном туберкулез передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. В основном люди выявляются при прохождении профилактических медицинских осмотров. Многие боятся заразиться, так сказать, постфактум, вне контакта с больным человеком. Понятное дело, что наибольший риск возникает в очагах туберкулезной инфекции. При проживании с больным туберкулезом, то есть у членов семьи, при выявлении каждого случая туберкулеза, в очаге широко проводится обследование всех контактных. Например, если в каком-то многоквартирном доме зарегистрирован случай туберкулеза, то все жители подъезда должны пройти рентген-флюорографическое обследование. Несомненно, есть категории лиц, которые ежегодно проходят рентген-флюорографическое обследование. Но, например, офисные работники не подпадают под категорию так называемых декретированных контингентов. Однако риск заболевания у туберкулеза сохраняется абсолютно у всех. Поэтому настоятельно рекомендую, как врач-эпидемиолог, с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, обеспечить ежегодное прохождение рентген-флюорографического обследования. Это эффективный и единственный действенный способ раннего выявления и диагностики туберкулезной инфекции. Что касается детей, поскольку у маленьких детей, в принципе, у подростков туберкулез протекает достаточно сложно, при рождении детям делают прививку от туберкулеза, от нее отказываться не стоит.